Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале по одному весьма долгожданному поводу. Мы начинаем видеостихию. Четвертый международный фестиваль видеопоэзии «Видеостихия» начинает свою работу. Организаторы фестиваля – Объединение городских библиотек «Магнитогорска» и Союз российских писателей. Соорганизаторы – Российская государственная библиотека для молодежи «Город Москва», Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского «Санкт-Петербург» и Фонд реализации социальных программ «Город Москва». Второй год подряд мы встречаемся с вами в таком камерном формате, тем больше поводов для полноценной встречи и тем больше надежды, что скоро она произойдет. А пока мы приветствуем вас на расстоянии. Возможно, на том самом расстоянии, с которого, как сказал поэт, видится большое. Тем более, что само по себе явление видеопоэзии настолько стремительно расширяет радиус своих кругов, что временами требуются остановки для спокойного взгляда на этот новый вид искусства. Итак, поехали! Итак, на конкурс подано 375 заявок. Участники фестиваля от 14 до 75 лет. География – от Крыма и Калининграда до Южно-Сахалинска. Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизстан, Польша, Латвия, Молдова. Конкурсные номинации фестиваля – классика жанра, современная поэзия, поэзия Урала. Дополнительные номинации от партнеров фестиваля – «Маяковский сегодня», Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского, Санкт-Петербург, «Русский авангард», Российская государственная библиотека для молодежи, Москва, а также «Санет Жив» – номинация от Столичного фонда реализации социальных программ. Видеостихия – уникальный проект российских библиотек, кинематографистов и Союза российских писателей. Все на своих местах. Поэзия вечно, кино неотвратимо. Магнитогорск, 2021 год. Напомним, что участником конкурса фестиваля «Видеостихия-2021» мог стать любой пользователь сети интернет в возрасте от 14 лет и старше. Участники сами определяли жанр видеоролика и способ визуализации выбранного поэтического текста. Конкурс 2021 года собрал рекордное количество работ. И нужно отметить, что общий уровень профессионализма в этом году достиг небывалой планки. Членам жюри пришлось пойти на беспрецедентный шаг, пропустив полуфинал, так называемый «Лонг-лист» целых 100 работ. Видеоработ, задевающих за живое, было более чем достаточно. Но количество номинантов на победу ограничено регламентом фестиваля. Вполне возможно, что уже в следующем году нам придется увеличить число победителей. Членам жюри было непросто еще и потому, что этот год собрал очень много равных работ, и каждый балл в сторону того или иного участника порой стоил нашим экспертам больших внутренних переживаний. Девять членов жюри судили работы участников сообразно своему опыту, профессиональной компетенции и ощущению прекрасного. Некоторые из них, кстати, прислали свои видеообращения. Максим Кальсин – киносценарист, театральный режиссер, главный режиссер Омского театра драмы «Пятый театр». Слово Максиму Георгиевичу. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать участников Международного фестиваля видеопоэзии. Должен сказать с радостью, что уровень работ, присланных на конкурс, растет как количественно, так и, главным образом, качественно. И, в общем, это уже без всяких скидок. Маленькие произведения в таком странном жанре, кинопроизведения по преимуществу. И что-то решить и что-то отобрать было сложно. И чем дальше это, тем сложнее. Татьяна Таянова – кинокритик, литературный критик, литературовед, кандидат филологических наук, член Союза российских писателей. Смотрим ее видеообращение. Здравствуйте, друзья. Я член жюри Международного фестиваля видеопоэзии и видеостихии. Уже четвертый раз в команде судей, если нас так можно назвать. Потому что стихи судить – это, наверное, что-то вроде инквизиции. К ним так нельзя относиться. Да, жюри, конечно, не позавидуешь, но конкурс есть конкурс. И нам пора переходить к подведению итогов четвертого международного конкурса фестиваля «Видеопоэзии и видеостихии». Начнем с номинации «Современная поэзия». Внимание на экран. На победу в номинации «Современная поэзия» претендует Наталья Пресс, Санкт-Петербург. Посмотри, что сделали с телом сердце, Его бы украсить резьбой, Но снова резня разбой, Сердце смолото колецом жерновов, В муку тело не хотело тепла. Валентина Колесник, Азов Нам отмерено слишком мало Самого себя разрешай. Всяк мудрец да возлюбит боль, Просветление подобно смерти. Всяк сверчок да познает вертела, Выбрав вместо добра глаголь. Выбирай себя, выбирай ангелочка на аватарку, Контрабандную контрамарку в домотканный паленый рай. Дмитрий Коваленин, Самара Потому что люди исправно выгуливают собаками, Потому что люди послушно прикармливают котов. И пускай не убивают других людей и богов, Пишут жуткие книги, Марают свои холсты. Не хватает крепкой руки И просоренных ботагов. Человечество Это прислуга для красоты. Артем Деменчук, Владислав Кузьминых, Луганск. Если б жизнь без любви что-то значила, То кто бы тогда любил? Сейчас все не имеет смысла, Эмма. Куда ни гляди, Когда смерть над тобой нависла, Пиши лишь одно. Приди, приди. Сколько еще можется, Эмма, Пиши всему вопреки. Строчка за строчкой уже поэма. Не верь нам, Эмма, мы дураки. Ты была знакома с любовью, Ради которой ставится все на кон. Шейла Алекс, Дарья Котюх, Санкт-Петербург. Кто ты? Если рисуешь чаем свой милый пейзаж, Павич, Ниц. Если пускаешь на волю В облачный бон-вояж стаи птиц, Если твой голос мед Сладкою сладости спить, Может, вдруг Мне предстоит все вспомнить И все забыть. Или Друг Ника Симонова, Москва Море прошепчет Еще, еще Пусть не сбивается ритм и счет Море-человек волнуется раз Море-человек волнуется два Море-человек волнуется три Море-человек у меня внутри Артем Смирнов, Москва Есть время Для и повод Для признания Вдруг день Не повторится В новом дне Блокнот и карандаш Весна В окне Колдует Над еще слепым Желанием Юлия Платина Ульяновск Ты для меня все Ты для меня часть Ты для меня раб Ты для меня власть Ты, тепло души моей Все сказки мира Самые сладкие Самые детские Ветры ковыльные Диких степей Закаты тягучие Казни стрелецкие Евгения Максимова Деревня Штанегурт Удмуртия Я боюсь эту негу С пылью сдуть Невзначай мой кукольный город Проснуть Полежи в шкатулке И запах детства Сохрани До будущего Моего Приезда Анита Ракшина Санкт-Петербург А пока только мох И черника В моих руках Бесполезных И сильных И грязных В моих руках Мне четырнадцать И да будет Вовеки так Но Не будет так Далеко-далеко Сквозь бездешную Тусинь Сквозь чернику Колени Ладони Облака Проникает Рассвет А мне не хватает Сил И не хватит Наверняка Алексей Глотов Нценск Любимая Горячая Прости Мои пути Самой мне Не подвластны Но мы Как нити Переплета Связаны Я Рыба В налитой Твоей горсти А потому Прости меня Прости Ирина Давыдова Евпатория Но помни Родных не бросают Не губят Но что же молчишь ты Скажи мне Не мучай Тебя хоть там любят Тебя хоть там любят Как уже было отмечено В этом сезоне Значительно вырос Общий художественный Уровень конкурсантов Видеоряд уже достиг Той отметки На которую мы Полагались На заре нашей идеи Создания фестиваля Видеопоэзии Четыре года назад Правда В нынешнем сезоне Возникли сложности Другого рода Как известно Видеопоэзия Жанр синтетический И требует Гармонического единства Таких важнейших Составляющих Как собственность Стихи Видеоряд Голос И музыка Пути их встречи Неисповедимы И найти счастливый баланс Задача очень непростая Особенно Когда одна из составляющих Этого баланса Близка к совершенству Слово Татьяне Таяновой В жюри я четвертый раз И обратила на себя внимание Что качество видео Собственно Видеоряда Подросло И работа оператора И работа монтажера И работа режиссера Ну именно вот Визуальных образов Мало где вызывало Какой-то дискомфорт Или желание Покритиковать Покритиковать Или поспорить Однако Также обратила на себя Внимание Еще одна такая вещь Что раньше Как-то не замечалось И сейчас особенно Было заметно И особенно Жаль Что это было заметно Что практически Ни в одном из Посмотренных Мною видео Не сложилась Единая картина Абсолютной гармонии Между Текстовым материалом То есть стихами Подачей Декламационной Качеством работы Чтеца За кадром Режиссурой Видеорядом Ну и Ритмом Наверное Так тоже можно сказать Потому что Обязательно Где-то В каком-то Видео Где нравится Все Но что-то Из этого Будет выходить За рамки Если так можно Выразиться По сумме баллов Жюри не выявило Явного фаворита В номинации Современная поэзия Конкурсанты Шли Нога В ногу При том Что часто Оценки от разных Членов жюри Расходились Кардинально Итак Диплом Победителя Третьей степени В номинации Современная поэзия Вручается Юлии Платиной И ее работе Я и врач Для тебя Из цикла Родина Кстати Вот что Сказал о работе Юлии Театральный режиссер Максим Кальсин Я бы хотел Отметить работу Юлии Платиной По собственному Стихотворению Я и врач Для тебя Это интереснейшая Попытка Наложить Лирическое Стихотворение На историю Судьбы страны Проиллюстрировав Ее Разными Кинофото Видеоматериалами Которые являются Архетипическими Для Истории Советского Союза Вот И конечно От такого совмещения Сразу возникает Огромный Объем Эпическое Звучание Вот Судя по всему Там и авторская музыка Тоже Написана Для этой работы Это конечно Очень значительно Серьезно И интересно Итак Смотрим ролик Юлии Платиной Я и врач Для тебя И боль Я и сто Для тебя И ноль Я Дверь Мимо которой Каждый день Тень я твоя Я твоя мель Ты для меня И огонь И вода И радость Великая И беда Ты для меня Все Ты для меня Часть Ты для меня Раб Ты для меня Власть Ты Тепло души моей Все сказки мира Самые сладкие Самые детские Ветры ковыльные Диких степей Закаты тягучие Казни стрелецкие Продолжение следует... Не забывайте Подпишитесь Казатели Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Будем вместе и тонуть, и гореть В любой какой укажешь точке Вдвоем не страшно умереть Страшно жизнь прожить Поодиночке Надо сказать, что Юля автор отдельного жанра видеопоэзии Видеокниги, где стихи сплетаются один с другим без остановок И создают пронзительный образ человека, для которого стихи — это сама жизнь Увиденная нами работа — лишь отрывок из такой книги Может быть, нам стоит создать отдельную номинацию видеокнига для сторонников эпического подхода? Надо подумать. Однако вернемся к текущему конкурсу. Нас часто спрашивают о критериях оценки присланных работ. Вопрос важный и закономерный, и эти критерии, безусловно, есть. Но при просмотре ролика мы в первую очередь испытываем переживание Оно может быть разной силы или может отсутствовать Это первое, с чем сталкивается при оценке видеоработы живой человек По сути, градус переживания — это и есть первичная оценка И только потом вторым темпом включается аналитика Качество стихов, качество видео, уместное участие музыки, голос, прочтение и так далее Аналитика лишь объясняет нам градус наших переживаний Слово еще одному члену жюри, журналисту, директору информационного агентства Верстов-Инфо Павлу Верстову Привет, дорогие любители видео, любители поэзии, а также, естественно, любители видеопоэзии Вы знаете, еще совсем недавно, несколько лет тому назад, я знать не знал о таком жанре А теперь я не только о нем знаю, но и всей душой обожаю его Потому что каждый раз участвовать в оценке этого конкурса, фестиваля, который мне предлагают оценить Это невероятный кайф Вы уж меня извините за этот сленг, но я другое слово не могу подобрать Потому что каждый раз прям с таким предвкушением, предвкушением сажусь за просмотр этих роликов И, вы знаете, еще не было ни одного года, ни одного раза, ни одного конкурса, когда бы я разочаровался Не стал исключением и этот год Безусловно, многие ролики взяли за душу А я, между прочим, в отличие от других членов жюри, наверное, в отличие от других членов жюри Оцениваю ролики не по их сложности, не по сложности их изготовления Не по величине автора произведения То есть, вкладе его в историю литературы и так далее Я исключительно слушаю свое сердце Вот, вы знаете, смотрю ролик, слушаю внимательно От всего, значит, отвлекаюсь от всех внешних факторов И прислушиваюсь к душе, к сердцу И вот, чем громче мне душа подсказывает, что защипала в носу Не знаю, какие-то испытываю эмоции сложные Переплетения душевные Прям хочется как-то ответить, отреагировать на это произведение Вот, тем выше ставлю, естественно, бал этому произведению И поэтому, наверное, я часто отличаюсь от других членов жюри Не думаю, что Павел Верстов кардинально отличается от других членов жюри В своем подходе к оценке видеопоэзии А нам пора объявить очередного победителя Диплом победителя второй степени в номинации «Современная поэзия» Вручается Нике Симоновой из Москвы с работой «Море человек» Ника впервые участвует в нашем фестивале И тем ценнее для нас ее победа Она привнесла какую-то новую энергетику и нерв И, надо сказать, добавила размышлений нашему жюри По поводу сути видеопоэзии Внимание на экран Море человек волнуется Раз Море человек волнуется Два Море человек волнуется Три Море человек отбивает Ритм Утром в подземку стекает город Таня кидает зевок за ворот Рядом от острой похмельной горечи густо краснеет Иван Григорьевич С блеском в глазах, с тем влюбленным блеском Ваня печатает СМС-ку Вова, страдающий от отдышки, вжался в сиденье Свет гаснет Вспышка Скорчились рельсы Опали шпалы Поезд качается запоздалый Крошатся искры, состав клиниться Поручни Локти Лопатки Лица Лица Море человек волнуется Раз Море человек волнуется Два Море человек волнуется Три Море человек отбивает Ритм По небу мчит по людскому померу Боинг со звучным счастливым номером Смотрит слезливую мелодраму Барбару Дебрун из Амстердама Цедит сквозь зубы Вейн из Австралии Мисс, пообедать нам не пора ли? С мамином в виде слона Кулоном Хелен проносится по салону Взрыв Турбулентность God save us Help me В иллюминаторе вертят землю Мир разлетается по шурупам Падая в горы самогорелых Трупов Море человек волнуется Раз Море человек волнуется Два Море человек волнуется Три Море человек Отбивает ритм Мерно вздымается в круговерте Волны красивой И близкой смерти А на презрительно черном свете В вечной войне побеждают Дети В детских считалочках Лясы точат Бесы из наших горячих точат Вытили месяцу из тумана Можь показавшийся из кармана Станет ли Резать Пугать И бить Нам не водить Нам войска вводить Море Море прошепчет Еще Еще Пусть не сбивается Ритм И счет Море человек волнуется Раз Море человек волнуется Два Море человек волнуется Три Море человек У меня Внутри 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 стихии, а от себя добавим, что именно в номинации «Современная поэзия» наиболее очевидны основные тренды существования жанра. В ситуации, когда профессиональный ряд становится нормой для виде искусства, основную нагрузку на себя берет слово. Именно слово принимает на себя основной удар, оно же и остается главной поэтической силой. Самостоятельно найти в окружающей нас современности глубокую и пронзительную поэзию, основываясь только на внутренней навигации, серьезная и специальная задача. И если автору видеоролика удается это сделать, он неизбежно берет внимание зрителя. Бывает очень досадно, когда проделывается огромная работа, привлекаются актеры, кинотехника, декорации, но уровню поэтического текста уделяется недостаточно внимания. Стихотворение должно цеплять нас независимо от картинки, на уровне прочтения незнакомому человеку. Видеоряд добавит ему новых смыслов, раскроет его с помощью визуальных аллегорий и смыслов, но не заменит поэзию как таковую. Если стихотворение в вашем ролике передает лишь частные переживания человека и не выводит зрителя на более широкий круг обобщения и чувств, то душа зрителя не откликнется. Но кажется мы увлеклись, вернемся к нашим победителям. Диплом победителя первой степени в номинации современная поэзия и сертификат на 10 тысяч рублей вручается Алексею Глотову из Мценска с работой «Черному». Внимание на экран. Я знаю, ты скучаешь столько лет, переставляя яхты у причала, натягивая ночью одеяло, дырявые на гибкий свой хребет. Ты без меня скучаешь столько лет, а я не еду, не спешу обнять, принять себя в тебе, тебя со мною. Легко ступить на пенное парное и медленно войти в тугую гладь. Опять не еду, не спешу обнять, но ты всегда волнуешься во мне. Мне стоит лишь из дома ночью выпасть и тишины июньской залпом выпить. И вот уже в тебе, на самом дне, как ты опять волнуешься во мне. Перебираю раковин тепло, из каждой шепот, просьбы, приказания, то сбивчиво, то внятно. Но ожидая мне беречь тебя, как прежде берегло. Ласкают пальцы раковин тепло. Любимые, горячие, прости. Мои пути самой мне не подвластны, Но мы, как нити переплета связаны. Я, рыба, в налитой твоей горсти. А потому, прости меня, прости. Думаю, что стихия воды сама по себе есть поэзия. Надо только вытащить ее на поверхность. А вот что касается номинации классика жанра, тут наша тягловая сила не столь актуальна. Думаю, время справляется с этой задачей не в пример лучше. Стоит послушать нашего любимого искусствоведа Татьяну Таянову. О том, чего ждать от видеопоэзии в принципе и от номинации классика жанра в частности. И задаешь себе вопросы, чего ждать, чего хотеть от этого жанра. И понятное дело, что в идеале должно все совпасть. Мое впечатление от текста, особенно в классике жанра, там же многие тексты очень знакомы, известны. И есть уже определенное отношение к ним, к поэтам, к этим. Совпадение моего личного восприятия текста, совпадение текста и видеоряда, который я увижу там, совпадение тембра, интонации с характером лирического героя. В общем, там должно быть столько совпадений, что ты понимаешь, такие претензии, такие требования предъявлять этому жанру нельзя. Поэтому главное, что хочется увидеть, услышать, увидеть и услышать, это прежде всего, наверное, яркость интерпретации, новизну, это касается режиссуры и, наверное, декламации тоже. Потому что она, скорее всего, привычной быть не должна. Ну, то есть копирующей уже существующей формы модели, восприятие этого стихотворения. А с другой стороны, особенно когда речь идет о такой номинации, как поэзия Урала или поэзия современная, качество стихотворного материала. С качеством стихотворного материала в номинации классика жанра «Все очень надежно». Но что нам преподнесут авторы видеороликов в смысле интерпретации? В этом и есть подводные камни при подходе к данной номинации. В ней предъявляются большие требования, в первую очередь, к нашей памяти. Видеоряд не должен испортить известный текст и наши воспоминания о нем, и представления о любимых авторах. Просто хорошей съемкой здесь не обойтись. Думаю, тут нужна определенная смелость, внутренняя уполномоченность на вмешательство в великое творение. И деликатность. И ощущение, что вечность с тобой. Возможно ли это? Ну, наши конкурсанты считают, что возможно. Итак, номинация классика жанра. На победу в номинации классика жанра претендует Екатерина Прозорова «Нижний Тагил». И бубенцами троек. Зовете, зовете, нелюбленные мной. Но есть еще услада. Я жду того, кто первый поймет меня как надо и выстрелит в упор. Михаил Купрыгин «Березники». Но если птица поет, это хороший признак. Признак, что вашей картиной можете вы гордиться. И можете вашу подпись поставить в углу картины, вырвав для этой цели перо у поющей птицы. Дар Шиляев, строитель Белгородской области. А перед ним в нетопленном углу лежит подбитый унтер на полу. И санитар его покорного уносит прочь в какой-то дальний зал, чтобы он своею смертью черную нашей светлой смерти не смущал. Софья Шеринкина «Ново Алтайск». Бейся в руках моих каждому изгибу и каждую жилку. Радостно схлипывай, плачь и выскальзывай, вздрагивай, жалуйся. Хочешь – уедем. Сегодня – пожалуйста. Завтра – пожалуйста. Царствуй, рабыня, бесчинствуй, учитель, неистовствуй, женщина. Вот и глаза твои, жалкие, долгие, сумасшедшие. Полина Набока, Москва. Идиота. Мне все равно. Обнимаю. Целую вас в губы. Да иду, как подоблен он, Джойс. Дым табачный вдыхает на поле. Я не ловил за мою голосу. Я ловил за мою существу. Андрей Вершинин, Барнаул. Он стар и похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопроса «А вы не из Витебска?» Пиджак старом он на лацканах выберся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Дружусь и хворая, в Венеции выставка. Так вы не из Витебска. Нет, не из Витебска. Юрий Сизаненко, Магнитогорск. Черт бы взял тебя. Скверный гость. Наша песня с тобой не сживется. Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодец. Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях. Только мне, как псаломщику, петь над родимой страной. Аллилуйя! Михаил Весников, Барнаул. А пуля смеется, летя в сырое окно. Неподкупное время глядит. И небо в потерянных звездах, как в каплях дождя. Ну что же, на то мы и люди, чтоб все понимать. На то мы и люди, чтоб верить в бессмертные сны. Над детским дыханием склонилась Усталая мать. Горят имена у подножья Кремлевской стены. Алексей Фостейчук, Москва. Завтра заботишь, что тебя карнавал, что душу, цветущую любовью, выжиг. Из суетных дней взметенный карнавал Растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листили Заставят остановиться, Жадно дыша. Дай хоть последней нежностью Выстелить твой уходящий шаг. Ну так, что у нас с победителями? Диплом победителя третьей степени в номинации классика жанра вручается Андрею Вершинину из города Барнаул и его работе Марк Шагал. Очень приятно, что на фестиваль этого года пришло много работ по стихам Роберта Рождественского. Признаться, я немного потерял из виду этого большого поэта, но мне предоставили возможность раствориться в нем. Смотрим ролик Андрея Вершинина на стихи Роберта Рождественского. Он стар и похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопроса «А вы не из Витебска?» Пиджак Старамонина, лацкана, луперси. «Нет, я не из Витебска». Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Дружусь и хвораю, Венеция выставка. «Так вы не из Витебска?» «Нет, не из Витебска». Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит, какой-то нездешней далекостью дышит. Пытаясь до детства дотронуться бережно, и нету ни кан, ни лазурного берега. Ни нынешней славы, светло и растеряно, он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебского пропыленный и жаркий, приколот в земле каланчою пожарной. Там свадьбы и смерти, моления и ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. Сонный извозчик по площади катит, а вы не из Витебска. Он замолкает и вдруг произносит, как самое-самое название улиц Смоленская, Замковая. Как Волгую у вас стоит витбой рекою, и Маши по-детски прозрачной рукою. Так вы не из Витебска. Надо прощаться. Прощаться. Горее, домой возвращаться. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет. И жалко, что я не из Витебска. Приятно, что на наш конкурс присылают работы целые кирпичи. Киностудии и киношколы. Например, эта работа была создана в ходе второй творческой лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского, молодежного центра кинематографистов Алтая, где творчество Роберта Рождественского подняли на новую, во всяком случае, неизведанную для него высоту за счет опытов видеопоэзии. Время идет, и те, кто совсем недавно были нашими современниками, становятся классиками. Когда-то на Роберта Рождественского я смотрел через экран телевизора, не отдавая себе отчета в масштабе этой личности. Сейчас достаточно одной строчки его стихов, чтобы понять многое. Рождественский, Евтушенко, Бродский, Рыжий. В этом сезоне именно поэты поздней классики диктовали видеопоэтическую моду номинации классика жанра. Думаю, пора уже нам назвать имя второго победителя в этой номинации, коль скоро мы уже подсказали, в каком направлении искать победителя. Диплом победителя второй степени в номинации классика жанра вручается москвичке Полине Набока. С работой я пройду, как по дублену Джойс, на стихи Бориса Рыжего. Смотрим. 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 Я пройду, как по дублену Джойс, сквозь косые дожди проливные преобладненного города, сквозь все его тараканьи пивные. Чего было, того уже нет. И поэтому очень печально написал поуральский поэт, у меня получилось случайно. Подвозили наркотик к пяти и потом до утра танцевали и кенту с партаком лебеди неотложку в ночи вызывали. А теперь кто донтист, кто владелец нескромного клуба? Идиота. Мне все равно. Обнимаю. Целую вас в губы. Дай эту, как по дублену Джойс. Дым табачный вдыхает на поле. Вот. Я не любовь за мою звуку. Я любовь за мою существу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замечательная операторская работа. Или это опять влияние воды? Думаю, что тебя как представителя водного знака легко вести в состояние зачарованности. Думаю, что эта работа Полины Набока была создана даже не столько по данному стихотворению Бориса Рыжего, сколько передала его внутренний мир в целом. Этот видеоряд наверняка слился бы с любым текстом этого талантливейшего поэта. Поэты редко бывают жизнерадостны по своей сути, поскольку примеряют на себя всю боль мира. Даже если смеются, иначе им бы не верили. Удивительно, как едино-мгновенно можно через строчки передать боль. Но боль бесполезно описывать. Ее нужно записывать в процессе. Диплом победителя первой степени в номинации классика жанра и сертификат на 10 тысяч рублей вручается Алексею Фастейчуку с работой «Лилечка» на стихи Владимира Маяковского. Кстати, на моей памяти это самое проникновенное прочтение этого стихотворения. Надо сказать, что роль голоса в любом ролике видеопоэзии имеет кардинальное значение, как, собственно, и качество ее записи. Да, плохо записанный звук мгновенно понижает уровень работы. А сейчас смотрим работу победителя. Дым табачный, воздух выил, комната, голова в Крученыховском мате. Вспомни, за этим окном впервые руки твои, иступленные, гладил. День еще выгонишь, может быть, изругав. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Выпеку. Тело в улицу брошу я, дикий, обезумлюсь, отчаянием. И сейчас не надо этого, дорогая, хорошая. Дай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гиреветь висит на тебе, куда ни бежалоб. Дай в последнем крике вырявить горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря. А у любви твоей плачем невым лишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственный, ляжет в опожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца. А я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучила, он любимую на деньги пы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властны лезвия ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя карнавал, Что душу, цветущую любовью, выжиг. И суетных дней взметенный карнавал Растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, Жадно дыша. Дай хоть последней нежностью Выстелить твой уходящий шаг. Порой для хорошего ролика надо совсем немного. Тонко и точно смонтированные кадры из фильма, которому, кстати, уже чуть больше сотни лет. В данном случае это кадры из фильма «Барышня и хулиган», где сыграл сам Маяковский, наложенный на проникновенный голос, музыкальное сопровождение и... И стихи, конечно. Кстати, пару слов о заимствованиях из фильмов и границах разумного, поскольку такая практика стала довольно масштабной, как показала видеостихия 2021. Здесь нет четких правил, поскольку главное, как мы уже говорили, вызвать в зрителей яркое переживание. А для этого все средства хороши. Главное – попасть в зрителя. Кадры из фильма не должны перетягивать внимание на себя настолько, чтобы текст произведения уплывал и терялся. Стихотворение должно подчинять себе заимствованные кадры, а не наоборот. Но вернемся к конкурсной программе фестиваля. Номинация «Поэзия Урала». На победу в номинации «Поэзия Урала» претендуют Михаил Купрыгин, Березники. «И кажется, я кричу. Мы жмемся плечом к плечу, и нас обнимает тишь. Я плачу. Ты все молчишь». Наталья Теплякова, Челябинск. Прожила, ты скажешь. Не знаю. Прошли года. Провожала, встречала, жалела, была, сказала. И останусь нигде, ниоткуда, сейчас, всегда. Незаметной подробностью станции и вокзала. В этом году в номинации «Поэзия Урала» было очень пустынно, что кажется довольно странным, ведь на Урале много хороших и по-настоящему глубоких поэтов. Но факт остается фактом. В шорт-лист фестиваля «Поэзия Урала» жюри пропустило всего две работы и приняло решение наградить из них только одну. Итак, диплом победителя в номинации «Поэзия Урала» и сертификат на 10 тысяч рублей вручается Наталье Тепляковой из Челябинска. Заработаны стихи Майи Никулиной. «Я пишу ниоткуда, потому что живу нигде». Я забыла твой адрес, но письма еще доходят. Ни жива, ни мертва, ни сгорела в лихой беде, потерялась, как серый солдатик в ночном походе. Моя долгая верность выцвела, как платок. Мое юное горе прошло, и уже не жалко. Я прошла за тобой столько ближних и дальних дорог зимней птицей, жилицей, ночлежницей и постоялкой. Рядовую уже никакую мою беду непростительно было бы вместить в наградные списки. Только общую землю, под небо, ветлу, звезду и уже никогда под строгие обелиски. Прожила, ты скажешь, не знаю, прошли года, провожала, встречала, жалела, была, сказала и останусь нигде, ниоткуда, сейчас, всегда, незаметной подробностью станции и вокзала. до объявления обладателя гран-при еще далеко, но вовсе не потому, что нам хотелось потянуть интригу, нужно решить еще много вопросов. Поговорим немного о зрительском голосовании. Каждый год голосование на странице фестиваля ВКонтакте обрастает бурными дискуссиями. Было бы странно предположить, что исход конкурсной программы фестиваля организаторы отдадут на откуп случаю и способностям конкурсантов организовать армии поклонников. Зрительское голосование лишь одна из номинаций. На закономерный вопрос, а для чего же тогда нужно зрительское голосование, отвечаем, чтобы ваши замечательные работы посмотрело как можно большее количество зрителей случайных и разных, даже с учетом того, что в большинстве случаев зрители будут болеть за своих. Однако, роль случая не стоит недооценивать. Иногда обычное любопытство может кардинально изменить предпочтение человека, случайно набредшего в своих духовных странствиях на ваш киношедевр и повернувшегося в итоге лицом к поэзии. А нам осталось объявить победителя зрительского голосования сезона 2021. Диплом победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» и сертификат на 5000 рублей вручается Алисе Можейко и Степану Пастухову и их работе «Не выходи из комнаты» на стихи Иосифа Бродского. Работа набрала 567 лайков и на 60 голосов опередила ближайшего конкурента. Смотрим. Не выходи из комнаты Не совершай ошибку Зачем тебе солнце Если ты куришь шибку За дверью Бессмысленно все Особенно Возглас счастья Только в уборную И сразу же возвращайся О, не выходи из комнаты Не вызывай мотора Потому что пространство Сделано из коридора И кончается счетчиком А если войдет живая милка Пасть разевая Выгони не раздевая Не выходи из комнаты Считай, что тебя продуло Что интереснее на свете Стены и стула Зачем выходить оттуда Куда вернешься вечером Таким же, каким ты был Тем более изувеченным О, не выходи из комнаты Танцуй, поймав басанову В пальто на голое тело С туфлями на босу ногу В прихожей пахнет капустой И мазью лыжной Ты написал много букв Еще одна будет лишней Не выходи из комнаты О, пускай только комната Догадывается, как ты выглядишь И вообще Инкогнито эрго сум Как заметила в форме В сердцах субстанция Не выходи из комнаты На улице чай Не Франция Не будь дураком Будь тем Чем другие не были Не выходи из комнаты То есть Тай волю мебели Слейся лицом с обоями Запрись и забаррикадируйся Шкафом от Хроноса Космоса Эроса Расы И вируса Хочется поздравить ребят с победой И пожелать им тайны Впрочем, у ребят еще все впереди А в поэзии тайна есть всегда В видеопоэзии эта тайна может быть В голосе, в музыке, в тексте, в видеоряде Либо в способе монтажа Эта тайна живет прежде всего в нас самих И явить ее миру и есть главная задача Судя по всему, это так и для членов нашего жюри Татьяна Таяна Кстати, вот этот момент хотела подчеркнуть В ролике о видеопоэтическом Вот именно такого жанра По-моему, обязательно должна быть Достаточно серьезная доля символов и аллегорий У Чепсус на поэзе отличается от прозы И вообще от всего другого, что в искусстве есть Обилием инсказаний Огромное количество спрятанных смыслов, которые мы сами должны достать Худшая версия видеопоэзии Это попытка расшифровывать эти смыслы, а не создавать тайны из них Свои секреты Потому что вот матрешечная форма для видеопоэзии Когда ты сам достаешь содержание, а тебе его никто не показывает Ты сам матрешки открываешь этих образов Это, наверное, лучшее Ну, по крайней мере, для меня Каждый для себя решает сам Напомним, что помимо основных номинаций Где работы оценивают члены жюри Конкурс предлагает оценить присланные работы По собственным критериям партнерам фестиваля Чем руководствуются в своих оценках наши уважаемые партнеры Мы по закону жанра знать не должны Однако мы не сомневаемся в их компетентности Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского Из Санкт-Петербурга учредила в рамках фестиваля Свою номинацию под названием «Маяковский сегодня» Итак, выбор учредителя номинации Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас Из Санкт-Петербурга, из библиотеки имени Владимира Маяковского Творчество поэта, его литературное, театральное и смысловое наследие Являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни И поэтому мы особенно рады, что его поэзия вдохновляет На творчество молодых людей со всей страны На конкурс нашей номинации поступило 9 видеороликов Они очень разные по характеру, по эмоциональному посылу, манере исполнения Но их объединяет одно Все они пропитаны искренней любовью к творчеству Владимира Маяковского Тем не менее, нам все-таки удалось выбрать победителя Им оказалась Сакаева Гузель и ее творческая команда из Уфы, которые сняли видеоролик на стихотворение «Неоконченное» Нас особенно впечатлило качество исполнения поэтического текста, его переосмысление и творческий подход к визуализации А это главные принципы создания видеопоэзии и конкурса «Видеостихия» Поздравляем победителя, а остальным участникам мы желаем дальнейших творческих успехов и победы в конкурсе в следующем году Победитель в номинации получает ценные призы от библиотеки Маяковского, а мы смотрим его работу Любит, не любит Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши Так рвут загадав и пускают по маю венчики встречных ромашек Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье Пусть серебро годов вызванивает уймою, надеюсь, верою, вовеки Не придет ко мне позорное благоразумие Субтитры создавал DimaTorzok По синему, по синему похвалынскему По синему похвалынскему По синему похвалынскему По синему похвалынскему Субтитры создавал DimaTorzok Море уходит спать Как говорят инциденты с перчем Любовная лодка разбилась обыт С тобой мы в расчете И не к чему перечень Взаимных болей, бед и обид Субтитры создавал DimaTorzok Он кровь пусть тела в осени Молит Уже второй Должно быть ты легла К ночи млечь путь серебряный окою Я не спешу и молнии, и не телеграм Мне незачем тебя будить и беспокоить Как говорят инциденты с перчем Любовная лодка разбилась обыт С тобой мы в расчете И не к чему перечень Взаимных болей, бед и обид Ты посмотри, какая в мире тишь Ночь обложила небо звездной данью В такие вот часы встаешь и говоришь Векам, истории и мирозданию Субтитры создавал DimaTorzok Напомню, что одна из работ Этой номинации Лилечка Алексея Фастейчука Победила в основном конкурсе В номинации классика жанра Это говорит о том, что Маяковский Удивительно современен и сегодня К слову, это один из моих любимых поэтов Ну, не только твоих А вот Российская государственная Библиотека для молодежи Город Москва Став в 2020 году Одним из партнеров фестиваля Предложила, пожалуй, самую необычную номинацию Русский авангард Или Лапа Азора Как ее задумывал вдохновитель Номинации поэт Евгений Харитонов Если бы критерии оценки в этой номинации Были бы рациональными То она называлась бы как-то иначе Но все дело в том, что Авангард ищет наиболее короткие пути К душе зрителя Избегая лишних объяснений Поэтому просто доверимся И посмотрим, куда нас завели Эти пути сегодня Здравствуйте, дорогие друзья Российская государственная библиотека для молодежи Приветствует всех участников Международного конкурса Видеопоэзии Видеостихия Уже второй год мы объявляем свою номинацию Которая называется Русский авангард И этот год мне показался Не менее интересным В плане работ Чем и предыдущие Есть из чего выбирать И выбор был очень непростым Было немало неожиданностей Например, появление Среди конкурсантов Метро Живого классика Звучарной поэзии Причем не только русской, но и европейской Знаменитого исследователя русского авангарда Сергея Бирюкова Сергей Евгеньевич По-моему, представил Такой настоящий некий мастер-класс Того, как надо подавать Стихотворения Хлебникова Как их нужно правильно озвучивать Но все-таки Это конкурс Не для мэтров А для тех Кто только вот входит На Пегас Ой, простите На Пегас На Парнас Творчество Поэтому я надеюсь Что Сергей Евгеньевич Не обидится Что мы его сделали Как бы немножко Такую вне конкурсной Программу включили Вот Из работ Больше всего Мне и моим коллегам Понравились такие Совершенно замечательные Такие вот кинофильмы С авторскими стихами Сергея Тенятникова Поэзию Сергея я знаю давно Это крепкий, хороший поэт Очень неожиданной работой Была Видеоклип Не знаю, как назвать Наверное, видеоклип Алины Флорезяк На стихотворение Игоря Северяйна И она умерла молодой То есть такая вот Готическая подача Этого стихотворения Оказалось Что Ну, на мой взгляд Это вот такое Стопроцентное попадание В Северяйну Очень хорошая Интереснейшая работа И по свету И по драматургии И по прочтению У Ольги Аренушкиной Которая представила Видео Видеопрезентацию Что ли Стихотворение Велимира Хлебникова Люди, когда они Любят Все эти Работы Абсолютные На мой взгляд Лидеры Финалисты Я бы всем Ему с удовольствием Присудил Первое место Но победитель Должен быть К сожалению Один И это Совсем другой человек Абсолютный победитель На мой взгляд Это Владимир Слижек С его работой От окраины к центру Где текст В кадре Не звучит Вообще Ни разу Стихотворный текст Упрятан Визуальность В актерскую игру В игру Света В образ С города И это Производит Совершенно Какой-то уникальный Интереснейший Эффект Ты слышишь Стихи Не слыша Их То есть Ты слышишь Стихи Через зрение И Поэтому Мы присуждаем Первое место Именно Этой Работой Я От всей души Поздравляю Автора Ролика Победителя Спасибо Спасибо Евгений Мы рады Что этот сезон Принес такой Талантливый урожай И смотрим Работу Победителя В номинации Русский Авангард Русский 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают То есть во все стороны, вперед и назад, направо, налево, вверх-вниз, вширь-вглубь Разворачивается бестолковое пространство наших ритмических усилий и притязаний Ну и куда смотреть? Ну, в то время, как я пробовал платиться за нити, то ли мысли, то ли воспоминания, я не могу Не могу Не могу Однако наряду с поиском кратчайшего пути к душе Человечество давно установило некие незыблемые поэтические формы Одной из таких форм является сонет От Шекспира и Петрарки до Волошина и Бродского Жанр сонета становится своеобразным вызовом Мастерству поэтов всех мастей Однако, немногим удавалось подчинить себе этот жанр Именно для таких смельчаков столичный фонд реализации социальных программ Предложил свою номинацию «Сонет жив» Номинация посвящена 800-летнему юбилею сонета Отмечаемому целое десятилетие Ввиду отсутствия более точных метрик юбиляра Фонд давно сотрудничает с фестивалем Популяризируя подборки из лучших роликов конкурсной программы На общероссийских площадках и на страницах федеральных изданий Слово представителям фонда Фонд реализации социальных программ Стал учредителем вместе с партнерами АОНО «Славься Отечество» Премии «Сонет жив» Прислано было 17 работ С разных уголков России В том числе приняли в этой номинации Участие люди, живущие не только в России и в ближнем зарубежье Но и в дальнем зарубежье Как Канада, как Китай Как Германия и другие страны Клип, который занял первое место Это клип Артема Смирнова Блокнот и карандаш Фестиваль является инструментом именно народной дипломатии Который позволяет не только сохранять, но и расширять русский мир Мы будем надеяться, что участники продолжат сотрудничество с этим фестивалем И у нас появятся еще новые партнеры во всем мире Да, информация о фестивале будет отражена в газете АОНО «Славься Отечество» Значит, будет специально для нее целый разворот газете посвящен этому фестивалю И мы надеемся, что в освещение данного фестиваля примут участие молодые журналисты Живущие как в городе Магнитогорске, так и участники данного фестиваля Большое спасибо, удачи и процветания фестиваля Ну а теперь смотрим ролик победителя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Вдруг день не повторится в новом дне Блокнот и карандаш Весна в окне колдует над еще слепым желанием Друзья, это трогательная работа последней из роликов фестиваля, победившей в официальной номинации, но впереди нас еще ждут открытия. Нам предстоит узнать имена обладателей специальных дипломов и, конечно, обладателя гран-при. Специальных дипломов в этом году больше 20, а так много их потому, что жанр видеопоэзии с каждым годом обретает такое множество уникальных оттенков, что действующих номинаций ему уже явно недостаточно. Действительно, каждый из этих роликов мог бы взять отдельную номинацию, будь номинаций в 6 раз больше. Ведь каждый из авторов в поисках языка, следуя своим путем и вкладывая свое понимание и мастерство, достигает той пронзительности, которой все мы ждем от настоящей поэзии. Все эти ролики войдут, вернее, они уже вошли в золотой фонд фестиваля, в нашу галерею видеопоэзии, которую мы создали на базе лучших работ всех сезонов. Наша задача – показать лучшие работы на всех возможных на сегодняшний день проекционных площадках России и дать возможность авторам быть увиденными и услышанными максимальным количеством зрителей. Смотрим обзор «Специальные дипломы фестиваля». Сближаться, чувствуя единство И становиться вдруг чужими Переплестись одним пространством, ажуром кельтского узора Где нет границ, начала линий Где все являются своими Кто ты, если слушаешь тишину так, будто я говорю? Скрип, хруст Стынут в словах, подобные янтарю Фауст, пруст Были со мной Перевернут последний листок Вспышка Враг Память бессильна Слово уносит поток Или Враг Ты слушаешь Разрушай себя Разрушай гармонические кристаллы Нам отмерено слишком мало Самого себя Разрешай Всяк мудрец Да возлюбит боль Просветление Подобно смерти Всяк сверчок Да познай это вертело Выбрав вместо добра Глаголь Я боюсь эту негу С пылью сдуть Невзначай мой кукольный город проснуть Полежи в шкатулке И запах детства Сохрани До будущего Моего Приезда Я решил податься в вольные пастухи Не вернусь Пока Пишет Кристина Сами учитесь пакостям Сами играйте в свой сериальный мир Стану гадалкой Ведьмой Буду шептать костям тайны чужие Травы в котле томить Пишет Вадим Сами любуйтесь закатом С мостиков города Я же уйду за борт Буду бродячим уличным музыкантом Нашел учителя флейты Играет как бог Пиши пока в твоей жизни не капнули точку И не важно что смерть впереди Выводи же Эмма свою безумную строчку Любимый Приди Приди Выписывай и настрачивай Сколько останется сил Если б жизнь без любви что-то значила То кто бы тогда любил Сейчас все не имеет смысла Эмма Куда ни гляди Когда смерть над тобой нависла Пиши лишь одно Приди Утром в подземку стекает город Таня кидает зевок за ворот Рядом от острой похмельной горечи Густо краснеет Иван Григорьевич С блеском в глазах С тем влюбленным блеском Ваня печатает СМС-ку Вова страдающий от отдышки Вжался в сиденье Свет гаснет Вспышка А помните В детстве мы верили в сказки Шагали по лужам весной босиком Зеленые вишни срывали с опаской И строили домик в саду под дождем И с книжек куклам строили дома А в коробок от спичек, что стащили Сажали майского жука И листьями березы там кормили Ни для них отшлифованный блеск Крусталя Ни для них И они не поймут никогда Что вода из-под крана Это тоже вода Ты попробуй сорви их Попробуй сорви Ты их держишь И кажется, руки в крови Но не бойся Цветы к пиджаку приколи Только что это Видишь? Лишившись земли Той, таежной, неласковой, гордой земли На которой они на расцвете взошли На которой роса и медвежьи следы Начинают стремительно вянуть цветы Сразу гаснут они Тотчас гибнут они Не привез я таежных цветов Извини 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 Оставь Пускай смотрит в небо Молчит Стучит Бьется Не дается Из рук в руки Что-то сделало сердце Камнем летящим на дно Лежащим внутри И кричащим в полголоса Почит степь, как неживая И на курганах валуны Лежат цари сторожевые Опившись оловом луны Последним Умирает слово Но небо движется Пока сверло воды Проходит снова Сквозь жесткий щит материка Дохнет репейника И снится Сверкнет кузнечика седло Как радуга степная птица Расчешет сонное крыло И в сизом молоке По плечи Из рая выйдет В степь Адам Ничего, ничего Только камни, облака И больные колени Скалятся глупым ртом Мне 14 Я бессовестна и легка И не думаю, что потом Ничего Ничего потом Высоко-высоко Где сосны взрезают Тверь, что-то тикает Я слушаю, бешусь Мне 14 Я не знаю, что значит смерть Но когда-нибудь я спрошу Тебя хоть там любят Лелеют, целуют Тебя обнимают Ты счастлив? Ты весел? Нет, нет, не печалюсь Нет, нет, не тоскую Я вытрясла душу в уныне кресел Не холодно хоть Не грустишь Не измучен Зима, говорят, будет нынче суровой На всякий пожарный На экстренный случай Я вытрясла душу в уныне слово Что больше не выглядит слабой И скучной Но помни Родных не бросают Как старался художник Как старался И, наверное, сам Себе казался смелым Как он в тайнах искусства Разбирался Даже стекол блеск Передать сумел он Нарисованные окна Пустое Только Я хочу туда постучаться Кто живет в нарисованном доме Создает нарисованное счастье Расскажите Почему Зачем Я верю в то, что Выпитив Бумажные груди Важно Входят в нарисованные двери Нарисованные Плоские люди Попа бы деревенского сюда Крепка Анафема Хоть вера не тверда Попишку Бледящего Сюда Какие фрески Цветятся В углу Здесь Рай поет Там Ад Ревмя ревет На глиняном Нетопленном Полу Лежит Дьявол Раненый В живот Под фресками В нетопленном Углу Лежит Подбитый Онтер На полу И когда Отзываются Лисы Костры Неожиданно Вспыхивают И мы Понимаем Что Варвары Пришли Говорят Что их Предводитель Существо Без имени И без Вида Но как Это на самом Деле Никто Не знает Никто Не видел Хана Пришельцев Никто Не слышал Хана Пришельцев Англишенцев Живет Между Снами Шарм Дожжа Лихой Стиль Ветра Шарфики Сперл Шифона Шляпа И пальто Из фетра Это просто Питер Детка На десерт Здесь подаются Сливки Дней Ночная Пена Грызги Джаза Капли Блюда Летний Садик Внутривенно Это просто Питер Детка Засосала Но вот То Здесь Болото Нарисуйте Длиству Зеленую Свежесть Ветра И ласку Солнца Нарисуйте Звон Мушкары Что в горячих Лугах Резвится И ждите Ждите Затем Чтоб Запела Птица Если Она Не поет Это Плохая Примета Это Значит Что Ваша Картина Совсем Никуда Не Годится Но Если Птица Поет Это Хороший Признак Признак Что Вашей Картиной Можете Вы Гордиться И Можете Вашу Подпись Поставить В углу Картины Вырвав Для этой Цели Перо Упоющей Птицы Как Слабо В нас Дыхание Совести Не Ни Беспокойства Ни Терзания Ни Стыда А Именно Дыхание Совести Великого Душевного Труда Как Мелки У нас Прозрение Шаги Не Вспышки Прозорливости Не Острое Предчувствие А А Именно Прозрение Шаги Открытые Глаза Души На Мир Самочувствие Как В нас Губитель На Сознании Одиночества Не Свой Каприз В Единении Любя А Именно Сознание Одиночества Как Добровольное Изгнание В Себя Оставь Меня Но Не В Последний Миг Когда От Мелких Бед Я Ослабей Оставь Сейчас Чтоб Сразу Я Постиг Что Это Горе Всех Невзгод Больни Что Нет Невзгод А есть Одна Беда Твоей Любви Лишится Навсегда Лед Тронулся Добавлены В виски Полет Равняется Паденьям Так Умирают В дни Рождения И так Уходят По-английски Мой Бедный Верго Сводят Счет Чье Сердце Поднесут На ужин Я плачу Ангел Где Ты Нужен Я Здесь За Пазухой Угьет Я пишу Одно Большое Стихотворение О Челябинске И В центре Его Конечно Человек Я Исследую Проблему Если Это Проблема Одиночества И Человек В моих Картинах Чувствует Не уют А может быть Даже Более Серьезные Негативные Чувства Но город Он всегда Как-то Прорывается Из фона Он тоже Становится Героем Моих Стихотворений Видеопоэзия Не только ищет себя Как новый жанр Современного Искусства Но и дает Представление О величайшем Многообразии Наших путей Стремления К прекрасному А нам остается Лишь зачаровано Наблюдать за этим В режиме Реального Времени Наблюдая за этим Со стороны Мы отмечаем В себе Совершенно Новые Отклики Нашего Внутреннего Мира На произведения Поэтического Киноискусства Констатируя Разность Нашего Восприятия Однако Наступает Момент Когда нужно Прийти к единому Знаменателю Суммировать Баллы Объединить Впечатления И определить Лучшего И кажется Что сейчас Главный режиссер Омского Драматического Пятого Театра Максим Кальсин Назовет нам Победителя Так кто же Это наконец Работа Мясникова Михаила По стихотворению Роберта Рождественского Пуля Мне кажется Как раз В этой работе Происходит Абсолютное Совпадение Формы Содержания Той подачи И Оно длится Ровно Столько Сколько Нужно Поэтому Мне кажется Что это Замечательно Очень серьезная Интересная Работа Итак Благодаря Благодаря которому Во многом Эта победа Стала Возможной Какая-то Пуля Летела В него Ты о чем Он умер в больнице И все это было Не вдруг Почти что За месяц Мы знали Что он обречен Ты помнишь Как плакал В пустом кабинете Хирург Какой человек Умирает Какой человек Поэт Хирургии Полсуток Стоял у стола Хотел опровергнуть Прогнозы И Не опроверг Там не было Пули Нет Все-таки Пуля Была Но В любом Надгробье Два Главных Года Год Приходов Этот мир И год Ухода От порога До другого Порога Вьется Кружит По земле Твоя Дорога Вьется Кружит По земле Твоя Усталость И никто Не скажет Много Осталось Но однажды Вопреки Твоей воле Обрываются Надежды Их воли Обрываются Мечты И печали Прибыл Убыл В это верят Без печати Я разглядываю Камень В испуге Между датами Черта Как след След от пули След от пули След Багряного Цвета Значит Все-таки Была Пуля Эта Значит Все-таки Смогла Долго Мчаться Значит Все-таки Ждала Дня и часа Все ждала Она ждала Все летела И домчалась Дождала Да свистела Два числа На камне Время стирает След от пули Между ними Былает Пока эти пули Летят А они Летят Пока эти пули Летят В тебя И в меня Наполнившись Ветром Осенние Сосны Гудят Желтеют В витринах Газеты Вчерашнего Дня Пули Летят И Нельзя Отсидеться В броне Уехать Забраться В забытые Богом Края Но где и когда Навстречу Назначила мне Веселая пуля Проклятая пуля Моя Ударит В какой стороне С какой стороны Постой Да неужто Не может Промазать Она И вновь Суматошные Дни Суетой Полны Живу я И верю Что жизнь Бесконечна Длина Вот что-то Не сделав Успею А пуля Летит Да делаю После А пуля Смеется Летят В сырое окно Неподкупное Время Гляди И небо В потерянных Звездах Как в каплях Дождя Ну что же На то мы и люди Чтоб все Понимать На то мы и люди Чтоб верить В бессмертные Смы Над детским Дыханием Склонилась Усталая Мать Горят Имена У подножья Кремлевской Стены На то мы и люди Чтоб помнить Других людей На то мы и люди Чтоб слышать Их голоса В оттаявшем Небе Рассветная Полоса Да будет Памятным Каждый Прошедший День А каждый Грядущий День Да будет Воспет Пока эти пули Летят Мы Обязаны Жить Пока эти пули Летят Мы Должны Успеть Вырастить Хлеб Землю Спасти Песню Сложить Пока эти пули Летят В тебя И в меня Ну а нам Пора заканчивать Праздник Не может длиться Вечно Даже если это Праздник Великого Русского Слова Еще раз Скажем Спасибо Тем Благодаря Кому Этот праздник Состоялся И наши слова Образы Мысли И стремления Сумели найти Свою дорогу К зрителю Поэзия Вечна А кино Неотвратима Нам лишь остается Сделать поэзию Зримой Спасибо за этот праздник Союзу российских писателей Объединению городских библиотек Магнитогорска Российской государственной библиотеки Для молодежи Город Москва Центральной городской Публичной библиотеки Имени Маяковского Санкт-Петербург Нашим информационным партнерам Телеканалу ТВИН И информационному агентству Верстов.Инфо Газетам Магнитогорский рабочий И Магнитогорский метал Российскому фонду Развития социальных программ Управлению культуры Города Магнитогорска Оказывающему поддержку проекту Пусть в каждом из нас Останется память о сегодняшнем вечере Голоса поэтов Кадры из видеороликов И надежда на встречу В следующем году На пятом юбилейном Фестивале видеопоэзии Видеостихия 2022 Где нас ждет Немало сюрпризов Творческих всем успехов Дерзких идей Удачи и вдохновения И не забывайте быть Искренними с вечностью Не забывайте, что она Смотрит на вас До новых встреч Берегите себя Редактор субтитров А.Семкин